Я понимаю, Гефтар настаивал на том, что это уникальное историческое состояние и в этом качестве невоспроизводимое. В конце 80-х, начале 90-х возникла тема «Возвращаемся ли мы ко второй холодной войне?». Это популярная тема в прессе, Гефтар ее не любил. Но он считал, что холодная война породила новое состояние гомо-сапиенс, в каком-то смысле новую особь, которая не способна будет просто так легко, дешево выйти из холодной войны, хотя и не может в ней уже оставаться. Вот, собственно говоря, здесь возникает проблема. Человек изменился, холодная война изменила его. Эту эпоху Гефтар называл второй табуизацией человека. Но он уже не может в ней оставаться, как не может оставаться, собственно говоря, в историческом состоянии. Конечно, если говорить о самой холодной войне, Гефтар не делил вину за холодную войну. Скорее, он видел вклад участников. И, безусловно, не является открытием, что холодная война была все-таки инициирована, безусловно, западной стороной, но охотно подхвачена Сталином, для которого она оказалась очень удобной. А он очень любил такие ситуации, когда ему, так сказать, случай подкидывает экстремальное состояние, новый повод для того, чтобы укрупниться, стать из, просто, как он считал, всего лишь военного лидера, победителя, превратиться в хозяина лагеря, целого нового глобального лагеря социализма. Юмор этой фразы, как говорится, был не всем тогда понятен. Но вклад Рузвельта очень важен в холодную войну. Ведь, собственно говоря, именно Рузвельт – отец такого важного генома холодной войны, как идеи превращения войны в полицейскую операцию. Это идея Рузвельта, идея Соединенных Штатов. И идея в том, что послевоенное состояние мира должно стать контролем глобального полицейского над миром. А значит, война меняется. Теперь войны может вести только одна сторона. И не во имя победы, а во имя, собственно говоря, глобального консенсуса какого-то. Это была, как бы, открытая тема. Глобальный полицейский предполагался тройственным. И он изображен на известной фотографии, так сказать, в Ялте. Но Сталину идея понравилась. И я не думаю, что он был лицемерен в этом случае. Хотя, конечно, шерифом в Польше собирался оставаться он лично. Но должен был возникнуть такой кондоминиум по управлению миром. Гефтер подчеркивает, что в последние годы Сталина возникает такая двойственность. С одной стороны, и это подтверждено, собственно, всеми серьезными исследователями, насколько я понимаю, и Геддис, и Киссинджер. Говорят, что, в общем, внешняя политика Сталина, хотя она была не понята, и не понята, потому что он просто пугал своим существованием. Последние годы была, там, 52-й год. Этого политика человека готова пойти достаточно далеко на то или иное соглашение. Но в то же время внутренняя политика его, и эта фраза Гефтера, делала его способным применить ядерное оружие. К этому он подводил себя не столько внешней политикой, сколько своим изменением, своим утратой, далеко идущей утратой человечности, что видно в еврейском проекте. Кстати, в фильме, это хорошо показано в сериале, где Юрский играет Сталина, сериал слабый, но там очень хорош Сталин, такой мужичонка с кунцевской ближней дачи в толпчике, который постоянно борется с соблазном взорвать мир, пока инсульт не взрывает его собственный мозг. И здесь важно, Гефтер сбил бы, несомненно, наш персонализованный на Сталине фокус. Он бы расфокусировал Сталина, потому что считал Сталина просто человеком в его эпохе. И здесь интересная параллель, которую я люблю. В длинной телеграмме Джорджа Кеннона Сталин упоминается Мельком. Он вообще, это телеграмма, которая вовсе посвящена основаниям советского поведения, Сталин не рассматривается как одно из оснований. И он объясняет советских русских без обращения, собственно говоря, к фигуре и тем более к психологии Сталина. А мы сейчас очень привыкли персонализовать и психологизировать любую политическую ситуацию. Но Гефтер подчеркивал, что холодная война не решила всех проблем, потому что она имела более серьезные основания, чем политические или геополитические, как любят говорить, расклад. И причины, породившие холодную войну, не были исчерпаны в 1991 году. Здесь вот очень важный момент. Она с помощью институтов холодной войны, тот человек послевоенный, который породил Сталинизм, породил Холокост, он был обуздан. А с другой стороны, он получил возможности, которые привели к нынешней глобализации. Но являлась ли эта глобализация устойчивой? И когда ушел Советский Союз, остался одинокий полицейский. Мы его видели, например, в прекрасной фигуре Пуша-младшего, которая оказала неизгладимое впечатление на Владимира Путина. А я не припутываю имя. Вот, значит, Гектор любил счастливые концы, но считал, что 1991 год им не является. И цена будет выплачена, и вопрос, кем и когда? Кем и когда она будет выплачена? И поэтому, собственно говоря, возникает проблема. С уходом Советского Союза уходит и часть охранительного консенсуса послевоенного. Ну, это простой пример. В Советском Союзе не было никакого антифашизма, кроме советского. И когда ушел Советский Союз, исчез антифашизм. Страна перестала быть антифашистской. Антифашизм превратился в вопрос личного выбора того или иного человека, а этот человек не мог опереться ни на какой внутренний опыт. Это, ну, кроме тех людей, которые имели его при столкновении с фашизмом. И в итоге сегодня Россия – это, по сути, страна, которая не может быть названа антифашистской, потому что в ней отсутствует, собственно говоря, антифашистская культура. Но интересный вопрос, интересующий нас сегодня – это Вторая Холодная или Третья Мировая Война. Гефтер, в общем, очень твердо говорил, что Третья Мировая Война просто не могла бы иметь места, потому что у нее не было военного мотива, в том числе такого важного, как военная победа. Но это не значит, что не могла произойти катастрофа институтов, на которых держалась институтов Холодной Войны. И с точки зрения Гефтера ситуация, которую мы можем назвать Третьей Мировой Войной, это сценарий некой глубокой деградации гомо-сапиенс, которая может начаться в любой точке, и которая состоит просто в истощении способностей человека предлагать мирную альтернативу. С 70-х годов Михаил Яковлевич постоянно повторяет, у него рефрен появился, если мы не решим русский вопрос в России, мы взорвем мир. Тогда я не понимал этого и считал слишком сильным преувеличением. Это есть и в разговорах, и в статьях его. Мне казалось, что как мы взорвем мир, это невозможно, Россия слишком слаба для этого. Гефтер считал, что Россия в силу того, что она не может выйти из глобального варианта идентичности, она не сможет вернуться внутрь или построить национальный вариант, а значит и не может согласиться с тем, что не признается ее глобальный статус. А значит здесь возникает постоянная, нерешаемая проблема. И есть такая проблема, как я бы называл ее «ножницы Гефтера». Гефтер говорит, что человек, выходя из истории, где его мотивировала в том или ином варианте идея человечества, теряет доступ к собственным прежним ресурсам, и они были привязаны к историческим институтам. Например, война. Война без победы. Что такое война без победы? Каким образом нужно вести войны, если в них нет победы? Вести постоянные полицейские операции – это тогда войны за то, кто будет глобальным полицейским. Но вот у нас все больше новых примеров. Ну вот прекрасный пример. Случай России. Гигантская страна с многочисленными следами недостроенной государственности и разбросанными признаками боевой цивилизации. Россия существует полностью расставшись с русской культурой и ищет основания какие-то для своего бытия, а не находя этих оснований, и переполненная остатками, следами своего собственного прошлого, сидит на них, полагая их своими, но не зная, что с этим своим делать. И отчужденная от русской культуры, отбросившая русскую историю, русский исторический и политический опыт, она хочет быть русской, но она не может быть русской. Она хочет строить некую русскую нацию, но она не знает, что это такое. Отчаянное положение. В результате Россия в слепой ярости рушит остатки прежней идентичности с ненавистью сравнимой, я думаю, только с исламским государством, с ИГИЛ. Но этого и мало, потому что русская культура не была национальной, она была мировой культурой, европейской. И теперь России нужно принудить мир в признании себя наследницей, одновременно с признанием ее права обращаться с русским наследством таким мерзким способом, как сейчас Россия с ним обращается. Это что? Эта траектория ведет куда? Во всяком случае, она ведет вовне этого мира. Другой случай простой, случай, например, который мы только что видели, случай пилота любится. Яркое проявление тех же самых ножниц Гетера. Человек, который расстыковался со всеми формами былой признанности человека в истории, но хочет сделать, как он сам говорил, то, что все запомнят, запомнят надолго. Это, кстати, типичная мотивация исторического человека. Но для нее нет исторического контекста. И любец идет на травм собственной, собственно говоря, собственной человечности, прихватив еще 150 человек с собой. Это тоже симптом. Это тоже симптом, который говорит, что, возможно, из нас, из пяти кантропов не получается неандертальцев. И само понятие победы – это историческое понятие, заимствованное из инструмента истории, которое ни к чему сегодня приложить неразрушительным способом. Поэтому мы видим шоу «Гиньоль». Это очень веселый, но страшный «Гиньоль», когда-то языком устрашения с нами говорил генеральный секретарь ЦК КПСС. Или это партия, я уже забыл. Знаете, все забывают так. ЦК КПСС, да, а не партия. А сегодня языком устрашения говорят клоуны. Говорят клоуны, которых похлопывает по плечу президент Российской Федерации. И это новая ситуация. Новая ситуация, конечно, по азимуту возможности или невозможности войны. Другой вариант. Помните, наверное, многие помнят, что реальной сдержкой времен Холодной войны и постоянным вопросом был страх несанкционированного пуска ракет, несанкционированного использования ядерного потенциала. Это обсуждалось на полном серьезе, на самом высоком уровне. И изобретались, так сказать, способы исключения этого. Специально стояли институт телефона горячих линий. И еще важнее, что эта здравая мысль была доведена до каждого, во всяком случае, я не знаю про Соединенные Штаты, но я точно знаю, что она была доведена здесь до каждого офицера. Поэтому, именно поэтому, в случаях сбоя, которые известны, советский офицер, получивший ложное сообщение о пуске западных ракет, отказывался включить машину судного дня. И это очень интересно. Сегодня он откажется или нет? Я думаю, что сегодня в России создана атмосфера, в которой даже ошибочный собственный пуск ядерных ракет проще признать обдуманным и плановым, чем признать, что человек у ядерной кнопки безумец. Опасность сегодня не только в буквальном безумии, медицинском безумии человека у ядерной кнопки. Опасность сегодня в том, что другая сторона начинает исходить из версии безумца у кнопки. А это само становится политическим фактором. Уже не важно, какая медицинская справка у человека у кнопки. Важно, что все начинают так думать. А с другой стороны, с стороны России, человек, насмотревшийся российского телевидения, вполне может думать, что там у ядерной кнопки какой-нибудь нацист. Идет быстрое построение структуры разрыва с реальностью. И этот разрыв становится институтом современной внешней политики. Из этого надо выйти. Противо этого возражают многие. Вот мой коллега Морозов недавно, совсем, можно сказать, вчера возражал против того, чтобы договариваться с Россией, чтобы выйти из этой ситуации. А я думаю, что с Россией договорятся. Я думаю, что Россия получит то, чего она хочет. Но это будет очень плохая договоренность. Это будет признание статуса России как суперспойлера. Россия не готова нанести неприемлемый ущерб миру, ценой самоуничтожения. Пока не готова. Пока. Но мы готовы упрямо портить и портить все в мире. Мы готовы упрямо портить любое устройство дел. Всем остальным пока нас не признают. А итогом этого действительно может оказаться победа. Только это будет победа спойлера глобальных масштабов. Россия для этого должна взбесить всех своих врагов и часть бывших друзей. Растерять оставшихся друзей. Кроме мнимых нейтралов, как Турция или Китай, которые с удовольствием смотрят за происходящим, потому что они будут последними судьями этого спектакля. Но с Россией договорятся. Но договариваться с Россией будет глобальная коалиция, которую она же создаст. И этот сценарий и будет сценарием холодной войны 2.0. И одновременно будет новым европейским порядком. В этом сценарии Россия лишается стратегической независимости и попадает в зависимость так же, как в свое время Европа. В этом нет ничего обидного. Европа будет в стратегической зависимости во время холодной войны 1.0 от Соединенных Штатов. А Россия будет в стратегической зависимости от КНР. Это ничего страшного, это не обидно. Проблема в том, что внутри России на первое место будет выходить новый-новый класс. Класс спойлеров. Россия теперь, будучи не способна обучить профессионалов ни в одной сфере, она будет обучать кадры профессионалов взлома. Взломщиков, портальщиков, тех, кто умеет талантливо срать в чип, тот, кто умеет ссать в коллайдер. То есть страна будет производить профессионалов, энтузиастов вредоносности, способных квалифицированного мать, а не строить. И, собственно говоря, последнее мы видим на Украинском Востоке, где теоретически можно было бы построить какую-то хотя бы временную полицейскую, скажем, зону порядка на Донбассе. Но пока там только лома. Поэтому я думаю, что наша теория тоталитарных рисков оказалась столь же дефектна, как наша теория холодной войны. И мы видим, что феномен холодной войны возвращается в отсутствие тоталитаризма. Как и, собственно говоря, сегодня, я думаю, что и для того, чтобы реализовать сценарий Оргола, сапог, наступивший на лицо человека, тоталитаризм не нужен. Это избыточная роскошь. Последних беседок Гефтер говорил, что человек подошел к порогу, где его историческая сценография, обращение со смертью, то, что Гефтер называет избирательной гибелью, закончилась. И он не знает, как действовать дальше, и ищет новые основания идентичности в старых инструментах истории. Поэтому это не новый мировой порядок. И Гефтер говорил, что человек вернулся вспять к нерешенной им проблеме. И мы будем видеть, как его выражение «переходы от банальности к каннибализму и обратному». Несколько раз. Поэтому у Гефтера уже не нужен был психологический Сталин, чтобы объяснить большой террор. Просто говорил, поглядите вокруг и плесните, ваше лицемерие немного крови. И поэтому у Гефтера появилось странное. В одной из последних бесед была такая странная мысль, удивительная фраза о новой России. Страна, которая так банально проводила Сталина на тот свет, мне жизнь не способна. Уже в этом одном он видел некоторый приговор к будущему.